МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комментирует и снимает Лев Хаймович. Показывает, как делать Раиса Ивановна. А на тяжелых работах сын Максим и его друг Леша. Главная культура – картофель. Мы сейчас наезжаем бороздик. Мы раньше спахали, потом прокликировали вчера, а сегодня наезжаем бороздик. Вот так идет подготовка к посадке картофеля. У нас вся картошка разложена по сортам. Мы сажаем 3-4 сорта картошки. Вот сейчас жена отбирает, в народе ее называют, серую или синегласка. Она очень вкусная, рассыпчатая. И ранее. Обычно мы копаем картошку вдвоем, сажаем, вернее. Я вот лопатой делаю лунки, а жена сажает картошку. Мы вчера попробовали сажать, но два дня шел дождь, земля намокла, было сарая, и у нас ничего не получилось. Сейчас жена сажает картошку. И сорт «Ранняя роза». Жена готовит семейный лук к посадке. Она взяла луковицу, обрезала ее. Вот видите, вот она показывает, как она обрезала ее. Вот так она обрезала. И замочила. В марганцовке. В марганцовке. На пару часов. Да, на пару часов. И сейчас пойдем сажать. Раствор марганца не только убивает вредителей, но и повышает стойкость растений к заболеваниям. Концентрация – 1 грамм порошка на 10 литров воды. Кроме того, семена лука можно отсортировать по плотности, положить в соляной раствор. Те, что всплывут, выбросить, а осевшие на дно, скоро дадут всходы. Вот жена. Сделала подготовку, сделала лунки для лука. Сейчас она посыпает золой, а золой посыпает для удобрения. Семейный лук отличается от севка тем, что севок, когда вырастает, вырастает одна луковица. А семейный лук вырастает с одной луковицы, получается, 5-6-7. Когда-то была жива наша бабушка. У нее был очень хороший лук. И у нее бывало в кусту в одном с одной луковицы по 11-13 луковиц. Раньше было очень много навоза. Сейчас навозный день не достать. В деревне нет, животных нет и навоза нет. А химию добавлять мы никогда не добавляли. Поэтому у нас всегда чистые продукты. Вот мы привезли целую тачку с компостной кучей. Жена сделала грядку, удобряет ее, посыпает компостом. Разгружает. И потом наделает лунки и будет сажать опять лук. Мы лук сажаем очень много, потому что очень любимый лук. Хватает нам на целую зиму. И у нас еще остается на посадку на следующий год. Вот такие дела. Порыхлю землю и будем ждать урожая. Под пленкой очень жарко, мы посняли пленочку, полихлик. Снимай, еще улажно. Да, показали, улажно, полихлик. И все пойдет. Дождь шел целый день. И вот пару часов как прекратился, выглянуло солнце. И моя жена решила удобрить землю. То есть посадить корох, посеять овес и горчицу. Это все хорошо землю облагораживает и удобряет хорошо. И тем более сейчас после дождя она хорошо будет произрастать. Вот я вам сейчас покажу. На поле она рассыпала рожь, овес. И вот она сейчас вот это все закрывает. Вот моя жена в готовую грядку. Видите, сделала борозды. Борозду, вернее. И сейчас она будет сажать. А на эти гряды, где я сделал каркас под маленькие парнички, на первых грядах будут сажаться помидоры. Здесь будут сажаться... Что здесь будет сажаться? Перцы. Ну, там дальше баклажаны. Вот видите, все надо перекопать. Все надо обработать, выродить, сделать грядки. На что у меня жена большой специалист. Большой мастер. Мастер. Да. А это моя труженица. Трудится, как пчелка. Даже больше. День и ночь. Я не знаю, видно ли вам, у нас уже взошла картошка. И жена решила потихонечку ее окучить. Окучила и картошку для того, чтобы подрыхлить почву. Когда кислород поступает в краска, и растение лучше красит. Вот это делается вот так. Но есть способы и получше. Вскоре на подмогу Раисе Ивановне приехал сын Максим и не один, а с другом. К тому времени и картошка подросла. Самодельный плужок, который Максим сейчас настроит. И на пару с Лешей начнут окучивать. Леша пока стоит и курит. Пожалуйста. Всем привет. Всем привет. Такой картошка была до того, как ее окучивали. Поварчиваете там. Вот Максим сейчас собирает лук. И сейчас мы вам покажем, как окучивается картошка. Вручную. Ну что, с Богом. Мы снимали там, где я только баронила, картошку она начинала всходить. После этого я дважды уже прошла тяпочку и окучила ее. А сейчас вы будете бараной. Ой, не барана, а окучиваю, плужком окучивать картошечку. Чтобы повыше поднять бугорочек, этот холмик. И картошка будет лучше расти. А скажите, Райса Ивановна, а зачем поднимать картошку выше? Зачем делать такие бугорочки? Зачем молодым ребятам в выходной день приезжать в деревню и делать бугорочки на этом обширном поле? Ты окучиваешь, рыхлишь картошечку. Картошечка любит воздух. Рыхлишь, значит, она лучше растет. Чем больше рыхлишь, тем больше попадает воздух, тем земля становится мягче, тем урожай становится лучше. Экспертное мнение. Можно я отвечу на этот вопрос? Два молодых ребята приехали окучивать картошку, чтобы молодежь не забывала, откуда берутся чипсы. Картошечка посадила 25 мая. И я посадил 25 мая. Но я почему-то еще и не копаю, и даже и в ближайшем будущем не буду копать. Она у меня спрашивает, сынок, а сколько раз ты окучивал картошку? Я говорю, один раз окучил. Она говорит, а я 4-5 раз окучила. Она говорит, учти, сынок, картошка как женщина. Чем больше ее шевелишь, тем лучше урожай. Вот так мне ответила старушка. Отлично. И сейчас я стараюсь. У меня жена ее трижды уже протяпала. И вот сейчас мы еще плужком огуляем ее. Так что, ребята, советуем. Идете в город, берете в лук и знакомитесь с девушками. Настроили плужок немножко неудачно. Удачно. Сейчас перестроим его. Давай, давай накучим. Да, Максима кучивает с детства. Раньше с тяпочкой тяпал. У меня детство тяпочкой нагрузится на такую же, только без ручки. И вперед. Я, правда, там не так идти. Так, вы не очень спешите. Не, не очень спешите. Рыбками не надо просто идти. Осталось 3 метра до конца грядки. Максим, улыбнитесь. До конца вырасты. Ну, извините. Игорь, роди. Карма, родимая. Покурите. Смотрите, как хорошо получается. Радушка в кармаску заманила. Радушка в кармаску заманила. Добрые ребята. Добрый год. Леша, следующий год будет легче. Следующий год я уже посильнее буду. Да. Ну, еще 3-4 раза по своему приеду. Максим привез своего товарища, друга, с которым дружил еще здесь. Дружил в детском саду. Пожалел меня старика. Обычно мы с Максимом. Он у меня идет впереди, а я иду сзади. Ну, я, правда, всегда уставал. Поэтому он взял на парень к телешу. А ничего, ребята молодые. У них все хорошо идет. Это хорошо то, что у нас всего 8 борозд. А если бы борозд было больше, как мы когда-то сажали, по 30-35 борозд, то этим плугам, ого, какое здоровье надо. Тогда или лошадью, или трактором. Плуг соседский, поэтому после работы его надо почистить. чтобы он не заржавел. Осталось посадить помидоры. А после, самое важное, на месте старого сарая начать делать новый дом. Как это будет, смотрите на Загородном. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!